Проблема комплексная и началась она не вчера. То есть мы знаем, что еще в 60-70-е годы наблюдалась такая негативная тенденция, что в ПТУ техники стали считаться местом очень непрестижным. Все старались запихнуть своих чат в вузы и, соответственно, подальше от реального производства. И наше государство еще тогда начинало этим озабачиваться с разной степенью эффективности. Сейчас можно сказать, что вся система и пропаганда образования нацелена совершенно не на то. То есть даже если мы смотрим цели нашей политики образования, мы воспитываем потребителей каких-то таких, но не создателей чего-то своего, создателей чего-то нового. Мне кажется, что, конечно, тут нужен целый комплекс вопросов, проблем. Что, конечно, невозможно возродить те уроки труда, да это, наверное, неправильно, чтобы дети на станках 40-х годов вытачивали детали, девочки шили нитками, иголками или пекли тортики. Но это все можно сделать красиво, клево, молодежным языком в режиме 21 века. Эти процессы местами у нас набирают обороты, но это все уносит такой очень локальный характер и не поддерживается государственной властью. Что имеется в виду? То есть есть мастер-классы, можно проводить, нужно популяризировать создание мастер-классов, тех же самых кузнечного дела, с помощью применения современных интернет-технологий. Злава богу, это уже тоже все, это возможно и 3D-проектирование, и, значит, уже 3D-печать не за горами. Это все можно сделать очень доступно, интересно, увлекательно для школьников, даже, может быть, не самого старшего возраста. Проводить кружки, проводить вот эти вот мастер-классы, популяризировать такие вещи, например, как города детских профессий. В Москве, например, уже 3 города детских профессий существуют. Это Китбург, Мастерславля, Китзания. Там, правда, ориентация не только на производство, но, тем не менее, эту тему, мне кажется, нужно поращать. Кстати, вот Ростове-на-Дону тоже есть Китбург. Но, по-моему, больше, кроме Мостова, Петербурга и Москвы, других примеров этого нет. Нужны чемпионаты рабочих профессий. Мы знаем, что Россия, между прочим, став участником этого движения, таких вот рабочих олимпиад, занимает сейчас достойные призовые места. Но в этом вообще мало кто знает. Это ограничивается небольшим числом предприятий. Нужны, например, индустриальный туризм. Кстати, он на Западе тоже пошел, поскольку западные страны проходили тот же самый путь. Они действительно столкнулись с оттоком молодежи, квалифицированных людей, талантливых людей из промышленности и думали, что с этим делать. И пошла вот тема, например, индустриального туризма. И здесь мы решаем, на самом деле, несколько задач сразу. Это и повышение спроса на продукцию, если речь особенно идет о товарах народного потребления, да, и популяризация на производстве. Но у нас эта тема развивается тоже очень выборочно. Многие предприятия боятся почему-то пускать, прикрываясь какими-то режимными вещами, не понимая, так сказать, перспективности этой затеи. Но мне кажется, что если придать этому некое государственное общественное звучание, да, что это тоже могло бы стать таким серьезным движущим фактором. Конечно, если у нас вот даже эти такие заинтересованные, мотивированные молодые люди с горящими глазами придут в наши техникумы ПТУ на их, так сказать, существующую базу, то вот этот весь энтузиазм можно очень быстро похоронить. Поэтому, конечно, нам нужно модернизировать базу нашего среднего и начального профессионального образования. Значит, по большому счету, видимо, путь тут один. Это их интеграция максимальная с успешными промышленными предприятиями России. Вот примеры подобные есть уже, да, вот металлургические компании, по сути, значит, взяли путешествия над своими профильными, да, техниками ПТУ, колледжами. Возможно, то есть тоже нужна вот государственная поддержка в этом направлении, чтобы, по сути, у нас не оставалось вот этих, чтобы это были не отдельные успешные примеры, да, что это было бы скорее, значит, правило, чем исключение, что техникумы адаптированы к нуждам производства, работающие, значит, непосредственно, да, с этим производством. А преподавателем являются лучшие мастера, да, вот это вот, значит, такое наставничество, да, вот система внедрить, да, наставничество, что, по сути, когда вот мастер, работающий на заводе успешный, он же является преподавателем для молодых ребят. Вот, наверное, таким образом.